Добрый вечер! Мы с вами продолжаем книгу «Схарья» с целью как-то познакомиться с Ханукой через пророка. Я напоминаю, что все свои занятия посвящаю памяти и возвышению души Любоват Михаэль, своей жены, которая ушла год назад, вчера по принятому календарю гражданскому Любову на год. И мы с вами в пророке «Схарья» эпоха возвращения из Бавеля, он ученик Ехискеля, к которому мы все-таки с вами еще вернемся. И вот я подниму с вами текст 4 главы, до которой мы добрались, посмотрим, что здесь происходит. Я надеюсь, что видно. Да, видно. Мы поправим немножко, экран поправим, то, что возможно. Окей, хорошо. И вот 4 глава начинается с видения. «И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна». Мы видим, что «Схарья» трудно воспринимать пророчество, и он как бы, если так можно сказать, склонен воспринимать это пророчество во сне, что гораздо более легче для пророка, но ангел пробуждает его, заставляет пробудиться, потому что пророчество о возвращении из Галута, из изгнания, они как пробуждение ото сна. Их невозможно получить в таком полусонном состоянии, с ослабленным восприятием. Они должны пробуждать, сами пророчества должны пробуждать пророка. И вот он его как бы тормошит, будит его ото сна, дает ему силы и показывает ему видение. Всевышний дает «Схарья» видение и сказал он мне, что видишь ты. Ангел спрашивает, что ты видишь, и сказал я, видел я, вот, минора из золота, вся, и шар наверху ее, и семь лампад на ней, и по семи трубок у лампад, что наверху ее. Мы видим, что здесь происходит что-то необычное. Прежде всего, мы видим минору, минора для нас странного вида. И еще одна секунда, и мы попробуем посмотреть, как это можно себе представить. И две маслины над ней, одна справа от головки ее, а другая слева от нее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной так, что это, господин мой? Отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал мне, разве ты не знаешь, что они, эти видения, явления означают? И сказал я, нет, господин мой. Еще раз напоминаю, что это конец пророчества, и пророку трудно воспринимать видение и улавливать их точный смысл. Всегда пророку дается поддержка, свет, который приходит с пророчеством, с видением. Он сам как бы по себе объясняет, если так можно сказать, касается разума пророка, и объясняет ему видение. Но здесь этот свет очень слабый, и пророк все время затрудняется как бы прочитать смысл увиденного им. И отвечал он и сказал мне так. Это слово Бога, сказанное зарубавелю, немогуществом, нем силой, только духом моим сказал Бог воинство. И мы сейчас посмотрим, я попытался для вас изобразить схематически это видение, и мы пытаемся с вами его разобрать. Мы здесь видим минору, и над минорой есть некоторая чаша, которая на иврите названа гула, что-то круглое. И от этой чаши тянутся трубки, каналы, источники, по которым течет масло в минору. И рядом стоят два масличных дерева, которые выливают масло, наполняют эту чашу, выливают в нее масло оливковое. Что это все, что это все значит? Здесь, может быть, надо было бы начать издалека и представить себе трактат Шаббат, 21 лист его, где рассматривается минора. И, во-первых, можно сказать, что минора, как вы помните, горела всю ночь. И пока был Шимонат Садик жив, то продолжалось постоянное чудо. Это где-то 330-й год до этой эры как раз. В это время приходит Александр Македонский, и здесь прекращаются и пророчества, и с ним прекращаются чудеса, примерно в это же время, может быть, чуть позже, уходит из жизни Шимонат Садик. Минора горела постоянно. Что это значит? В нее наливали масло. Как мы знаем, ее чашечек было достаточно для того, чтобы вместить масло для горения самую длинную ночь в месяц сетевете. Но на день этого масла не хватало, и минора должна была погасать. И она не погасала. По крайней мере, две свечи. Ее продолжали гореть, когда Ковен заходил утром для того, чтобы поправить свечи. Уже не с первым лучом солнца, а несколько позже, после нескольких работ, которые производились в храме, Ковен приходил поправить минору. Минора стояла, мы возьмем то мнение, что минора стояла, она была ориентирована запад-восток, и мы понимаем, что святая святых находилась на западе, Ковен входил с востока. И вот две ближайшие к нему свечи, при его входе ближайшие, они продолжали гореть. Что он делал? Он поправлял пять свечей и оставлял эти две. А вечером, когда он приходил, эти свечи по-прежнему горели. И он поправлял уже их так, что он зажигал одну от другой. То есть поправлял их по очереди, зажигал одну от другой, и дальше зажигал все свечи, и таким образом свет миноры, огонь миноры оказывался постоянным. Нертомит, постоянная свеча, говорили о миноре, постоянное чудо. И вот Гемори задается интересный вопрос. Спрашивается, а зачем ее вообще зажигали минору? Ведь говорят, что при свете Всевышнего шли в пустыню. Действительно, был огненный столб, который ночью указывал дорогу, освещал дорогу, и непонятно, зачем зажигать свет. Такой вопрос Гемори. Он очень глубокий, мы постараемся его разобрать сейчас. Ответ такой, это свидетельство минора, должна была свидетельствовать, что щена божественная в присутствии с нами. То есть главный смысл миноры в том, чтобы она горела чудом, горела постоянно. Для этого она стояла в храме. Есть запасной вариант на крайний случай, если минора не горит. Ну, тут что же делать? Берут огонь с внешнего жертвника во дворе храма и зажигают минору вечером, ее лампады, которые уже перестали гореть. Но сам вопрос, он очень интересный. Что значит, для чего зажигать минору? Это же служение, один из видов служения. Правильно, да? Но во всем есть смысл, и во всем есть свой духовный рисунок. И вот если представить себе жертвоприношение, то основная идея жертвоприношения, будь то жертва всесожжения, или будь то жертва, как говорят, мирная, шламим, часть, которую съедает хозяин, часть идет к кавенам, часть идет на жертвенник. Вот мирная жертва, у нее тоже есть этот жеркспект. Основная идея жертв – это отказ от духовного желания, возвращение с чего и раскаянием ко Всевышнему. И жертва только помогает этому возвращению ко Всевышнему. И кровь выплеская на жертвенника, она также символизирует возвращение души ко Всевышнему, отказ от нового желания. И мы помним с вами, что жертва – это первый раз появляется, когда был в новых. Запах, говорится, что это был приятный запах для Всевышнего. Запах не очень приятный для человека. И Твора не скажет, что он приятный для Всевышнего. В чем дело? Что Реев здесь следует понимать не запах, а дух. Дух человека. Дух человека, возвращающегося к раскаянии, отказывающегося от духовного желания – это то, что приятно Всевышнему. Но вот как же… И поэтому вопрос относительно минары. А как же человек может зажечь свет? Духовный свет получается, что не может. Свет всегда исходит от Всевышнего, от источника жизни. Душа – это луч света, который исходит от источника жизни. И ответ Минара – это зажигается, чтобы быть свидетельством чуда. Но здесь есть свой аспект, который как раз раскрывается в этом рисунке. Конечно, сила Минары исходит сверху. Есть сила, можно сказать, свет, который приходит сверху. Для того, чтобы он соединялся с силой души, для того, чтобы душа работала и стала действительно соединением с источником жизни, нужно, чтобы было горение. В каком смысле? То есть нужно, чтобы было желание человека получить силы свыше, чтобы образовался этот луч, который его соединяет с источником жизни. И это его желание – горячие свечи, лампады, которые зажигаются. Они зажигаются. И тогда, скажем, если есть это желание, тогда и восстанавливается связь сверху. И как бы душа превращается в единую такую систему, которая получает силы сверху. И здесь, скажем, как можно представить себе, что такое горение? Ну да, горение – это желание у человека. Горит, он не может оставаться только в материальном мире. Он хочет присоединиться к духовному миру. Мы видим очень красивый такой момент, что как бы от человека, который смотрит на минору, от него требуется увидеть не полуокружность, а окружность. Включить свое воображение, достроить верхние окружности, понять связь с верхом. А горение – почему именно огонь? Потому что огонь, он символизирует, является символом, если мы еще говорим о духовном огне, то он является символом желания вырваться за рамки материальных форм. Огонь разрушает существующее, разрушает органику, он сжигает материю. Это огонь обычный, который существует в материальном мире. А огонь в духовном мире, он все время, он выражает желание человека вырваться за рамки материального мира, вырваться, прежде всего, вырваться за рамки обычных представлений. Вот как Всевышний поднял Абрама выше звезд и показал ему весь мир с какой-то другой, иной точки зрения, так же душа, еврейская душа, она горит и постоянно хочет увидеть мир по-новому, более духовным. Скажем, Яков, он видит лестницу, которая приставлена к земле, а голова ее уходит к небу, то есть он видит соединение материального и духовного мира. Это он видит, потому что он хочет так видеть, потому что он не может оставаться просто в материальном мире. У него душа не устроена таким образом. Она рвется, она обрывается, выходит за пределы материального мира, горит. Когда она горит, на нее, на ее горение накладывается духовный свет, который доходит до самых нижних уровней души. Освещает самые нижние уровни души. И, скажем, как мы представляем себе, что шемен, масло, это те же самые буквы, что и нишама, душа, высокий уровень души, которому очень трудно удержаться в материальном мире. Нишама, как дыхание. Человек набирает воздух и выпускает его. Так же, как бы и мир устроен духовный, есть духовность, которая как луч, которая проникает в материю и, скажем, меняет ее в лучшую сторону. А есть духовность, которая очень трудно удержаться в материи, она здесь появляется меньше, чем на мгновение, оставляет свой свет и уходит обратно, как дыхание. Потом снова, как дыхание, внутрь и наружу. Вдох и выдох. Вот это нишама, дыхание. Это высокий уровень души, тот уровень, который соединяет, как мы представляем себе, материальный и духовный мир. И это вот как бы накладывается на это объяснение, на это объяснение именами. Смысл этого видения, особенно с тем пророчеством, которое идет за ним, мы сейчас вернемся к нему, он в том, что предстоящий период, он определяется силой, определяется силой еврейской души. Нету пророчества, нету указаний сверху, нету такого острого ощущения божественного присутствия, которое было раньше, что осталось? Осталась душа. Душа, которая горит, и в своем горении она должна найти и правильный путь, и правильные ответы. Без этого нельзя. Мы привыкли к тому, что изучение Торы, оно дает ответы, оно ведет нас, оно указывает путь, и это все правильно, но без пророчества или хотя бы без какого-то отголоска пророчества силой света души невозможно. Невозможно. Если нету реакции души, если нету горения души, если нету вот этого стремления вырваться за рамки материального, то и изучение Торы, оно, конечно, помогает, оно всегда положительно, но оно не дает ответа для эпохи, для этого времени, когда угасло пророчество. Теперь в качестве примера мне всегда вспоминается, когда приехал в Буцарь, первый год, может быть, или первые годы где-то, учился в Ешиве, и приехал один человек, который у меня учился в Москве, крупный физик, человек такого очень развитого сознания, и я его затащил в Ешиве. И даже договорил, что ему дадут какую-то поддержку, ему не на что было жить, чтобы он только занимался. Через два дня он ко мне подошел и говорит, вы знаете, я не могу здесь находиться. Я его спросил, почему. Он говорит, вы знаете, все так материализовано. Он в каком-то, в каком-то смысле, прав, потому что бывает так, что в Ешиве изучение Торы оно очень формализуется, все уходит в логику, на вопрос и ответ, а про горение души забывают, или она просто не загорается, не загорается. И нет этого удивления, восторга, желания вырваться за рамки такого привычного, уже известного, не горит. Это такой очень, может быть, приземленный пример. На самом деле, когда мы представляем, речь идет о гораздо-гораздо большем. Я бы сказал, что это горение еврейской души можно в Галуке, можно представить себе даже у людей, которые отошли от Торы, к великому сожалению. У них осталось вот это вот стремление вырваться за рамки обычного. Ну, вот самый такой простой пример, это переход от ньютоновской физики, от законов Ньютона к теории относительности Эйнштейна. То есть, как бы, человек смотрел, смотрел на законы Эйнштейна, смотрит, что некоторые опыты, как Майклитсона Морлина, они не укладываются в эту систему. Он берет и меняет систему совершенно неожиданно. Вводит новые понятия, понятия непривычные. То же самое происходит и с евреями. Может быть, не только с евреями я просто, но есть такая тенденция вот у евреев и в искусстве, и в экономике, и не всегда и в положительные, выливаются положительные моменты, как, например, революция, желание поменять существующий строй, систему ценностей и так далее. Вот это горение души, горение еврейской души в Галуте, желание расширить существующие рамки. И если есть положительный настрой, настоящий настрой, это связано с духовностью истории, то возникает и соединение с... Возникает, приходит и свет свыше явным образом. Это сила, сила и знания, сила в Галуте. Мы видим, что при этом очень интересно, как бы сила горения миноры, она в конечном итоге идет от деревьев, которые берут свою силу, которые берут свою силу от земли. Они поднимают, конечно, эту силу земли и возвышают ее, и превращают ее в маслины, и затем в масло, которое течет в миноги. Это два руководителя народа, как мы представляем, как ангелы в лесном скаре. Это Зарубавель и Яшуа. Или если Яшуа не появляется явно, то можно догадаться о том, что это первое священие от Яшуа. И каждый из них по-своему, что он делает, он влияет на душу сыновей Израиля, потому что без воспитания, задача воспитания, как правило, ложится на руководителей и народа, воспитание, создание ценностей адекватных для этой эпохи, конечно, ценностей Торы, духовных ценностей, адекватных для той или иной эпохи, это ложится на руководителей поколения, и без них, без них, без их силы, без их как бы добавки, вклада в общее дело, в хенух, очень трудно, в хенух воспитания, очень трудно представить себе, что душа, еврейские души будут продолжать гореть, будут по-настоящему продолжать гореть, настоящим духовным светом, не только желанием вырваться за рамки материального мира, но и получать духовный свет, как бы, если так можно сказать, на огонь, как несущие, накладывался духовный свет. Скажем, тут просто очень много еще можно всего сказать, как бы, я вот думаю, насколько можно распространяться, ну, давайте скажем так, что минора действительно, она как-то волей и неволей превратилась в символ голения еврейской души в галуке, постоянной свечи, которую невозможно погасить, которая уходит в галун и которая возвращается. Вот если мы представим себе, что как бы рисунок такой исторический, который, рисунок, который есть перед глазами у каждого человека, у еврея, по крайней мере, это минора, которую римляне захватывают в храме, и они ее приносят в Рим, и мы ее видим в триумфальном шествии, само триумфальное шествие мы, конечно, не видим, но мы видим на архититы, на триумфальной архититы, мы видим сыновей Израиля, евреев, несущих, пленных, несущих на своих плечах минору. И вот в эпоху возвращения минора становится символом такого исхода, преодоления тяжести исхода и галута, и неслучайно у Кнесета стоит минора на битвях которых художественное произведение, оно не используется как хампия, а у меня стоит минора на свечах которых отображены исторические моменты, исторические моменты нашей истории, исторические ключевые какие-то моменты нашей истории. И мы там найдем свадьбу и того же пророка Екискиеля воскрешения из мертвых мы найдем и Маккавеев и многие-многие другие моменты истории. И это на миноре на Йовитва и гермом государства Исляя является также минора. И интересно то, что в Риме в 1947 году, когда было объявлено о халука, о разделении, фактически о признании государства Израиля, к сожалению, в таких уж больших границах, то евреи, которые жили в Риме, их оказалось там не очень мало, они собрались и прошли под Аркентита, только прошли в обратном направлении, не в том направлении, которым знали пленных, а прошли в обратном направлении, чтобы сказать самим себе и другим и всему миру, что период изгнания закончился. И вот так вот как бы минора, если так можно сказать, ушла без знания, она вернулась, ушла без знания как минора храма и вернулась как герб государства Израиля, как минора Укнецеттона, который, на котором изображена вся история. Теперь, я надеюсь, что более-менее здесь как-то понятно это видение, если нет, то я оставлю время задать вопросы, мы с вами посмотрим как бы разъяснение этого видения. Я отвечал, я сказал, ангел, говоришь ему со мной, что это господин мой, то, что нас здесь интересует, то, что мы не затронули, это слово Бога, сказанное зарубавилем и могуществом и не силой только Духом Моим сказал Бог воинств. Нужно отметить, что зарубавилем не был, вопреки обещанию перцев, он не был объявлен царем, а он стал паха, стал паха, стал наместником иудеи, как провинции Персии, вот, и у него были очень ограниченные права, и сама иудея была провинцией, которая не имела возможности не иметь свою армию, не самостроить, особенно крепостные стены, и сама без разрешения властей возводить храм, то есть, это не было государство, это была провинция, и зарубавилем было очень, очень от этого больно. О, замечательно. Вот, тогда мы тоже продолжаем, мы бы и записи ставили, но если есть запись, то лучше. Вот, и он, конечно, был огорчен и подавлен, и ему говорится, не могущество, не сила, и только духом моим сказал бог Гоинс. То есть, ему говорится, что то, что произошло, это то, что говорится, то, что произошло, это не случайно. Этим будет отражена, охарактеризована вся последующая эпоха, и то, что мы можем с вами представить себе, что Всевышний говорит, что действительно закончилась эпоха больших великих открытых чудес, пророчества, и теперь только духом моим, что такое дух мой, это душа. Руах это дух мой, это душа, душа сыновей Израиля, душа водителей, душа людей, которые, скажем, улавливают дух Всевышнего, улавливают направления, направление движения истории, изменение времени, вот только от души теперь пойдет, а не внешней силой, поэтому не огорчайся, как бы, все так, как запланировано Всевышним. конечно, могло бы быть иначе, могла бы быть эпоха, как мы представляем себе, похожая на возвращение сыновей Израиля из Египта с такими же чудесами, но мы с вами говорили, что это в том случае, если бы все поднялись как стена и пришли в Иерушалай, тогда бы была эпоха чудеса. Так все повлекло, но сила, сила, малая сила, малая сила души, она осталась. Вот теперь движение души будет определяющим. Мы можем спросить, а как же Хашманаи? Мы видели чудеса, которые происходили и мы благодарим Хангу, Дорим Всевышнего сделал нам, что небольшое число победило и большое число тех, кто стремятся к Торе, победили злодеев. Мы благодарим Всевышнего и действительно такой вопрос в Гемаре задается. Есть, говорят, эстер софтный сильный. Эстер, то, что произошло и то, что произошло в Бабе и то, что описано в Гелат и стер, это конец чудеса. Как же Ханук? А что же с Ханукой? Истер, говорят, она записана пророками, а Ханука не записана пророками. Есть книги Маккабием, которые описывают события того периода. Они записаны каким-то очень мудрым человеком, свидетелем событий восстания Хашманаев, но они совершенно справедливо не признаны пророческими книгами. Это не уровень пророчества. И можно Хашманаев считать исключением, выпадением из вот этого правила не силой только духом моим. А можно считать, что вот эта сила духа, как раз она и прорвалась и стала не так, в Эстер, конец чудеса, прорвалась эта сила духа и стала настолько великой, что повлекла за собой чудеса. Опять же, чудеса, может быть, не открытые, скрытые, но большие и великие чудеса. То есть сила духа преодолела это общее правило, что не силой, а только духом моим может быть. А может быть, можно считать, что это как бы и в порядке вещей. Я тут не знаю, у меня нету ответа на это, но только одно, что Ханук не приравнивается к тем чудесам, которые были в период пророчества. Она стоит особняком и в этом плане, то есть если пророчество, то что тогда? Мы понимаем, либо это как бы слово всевышнего, влияние всевышнего, так сказать, из внешнего мира, оттуда идёт всё, сверху идёт всё, либо второе это сила души, больше ничего другого как бы у нас нету, других вариантов у нас нету. я просто думаю продолжать нам или остановиться или разобрать что-то. давайте мы остановимся, если есть вопросы, то мы постараемся обсудить, а если их не будет, то может быть мы используем время и вернёмся к тексту. Я вам делаю стоп-шер, и пожалуйста, если есть какие-то вопросы, то я готов постараться ответить. Вопрос можно развить? Да, пожалуйста, да. По поводу пророчества, ведь Ньютон, великий Ньютон, фактически он же пророчествовал в 18 веке о том, что будет воссоздание Израиля в 20 веке после катастрофы и больше того, его пророчество, если я правильно прочёл, в 21 веке где-то в 60 годах будет Машеих и так далее. Сколько эти пророчества наверняка известны и так далее, комментированы и так далее. Как вы можете прокомментировать эти пророчества последние? Я, честно говоря, не знаком с пророчеством Ньютона. Я знаю, что он много занимался храмом, его структурой, пытался увидеть энергетическую схему, которая поступает, через которую передаётся энергия в мир. Это я более-менее себе представляю. Но, скажем, о конкретных пророчествах я не знаю. В любом случае, в любом случае, давайте мы постараемся здесь определиться. пророчество пророчество это прямой разговор Всевышнего с человеком. Вот как с Харья. Это может быть через ангела, но даже если присутствует ангел, то всё равно с Харья он понимает, что ему передают слова Всевышнего. Более того, он чувствует присутствие Всевышнего. Рамва Маймани в ведении Мишне Тула он говорит конкретно, чем отличается пророчество от всего другого. Оно отличается тем, что человек знает, с кем он говорит. То есть, как мы с вами говорили, кроме разговора или если есть картина пророческая, есть ещё свет, который сам по себе касается души человека и объясняет ему видение, перед кем он стоит. То есть, это пророчество, прямой разговор Всевышнего с человеком. Все остальные явления, они похожи на пророчество, можно говорить о гениальности, можно говорить условно о том, что гении пророки, есть вот по этому поводу написал интересную книжку очень Бениамин Файн, сам по себе очень интересная личность, если кто-то не знаком, я советую познакомиться через интернет, но крупный физик советский, который боролся за выезд, за свой выезд, боролся и за выезд евреев из Советского Союза, и он сыграл принципиальную роль в том, что когда приехал в Израиль, то, что борьба за советское еврество, за выезд, она не заглохла, не была заброшена, вот, это отдельная история, очень интересная, лично Вениамин Файн, вот, и он написал книгу «Вера», вот, может быть, Нехан подскажет, «Вера, вера». «Вера», да, как ты сказал еще раз, «Вера и…» я найду, ну, как ты сказал, «Борис», как? «Наука», примерно так, «Вера и наука», а как его зовут? Борис я забыл. Бениамин Файн. Да, Бениамин Файн, сейчас я найду. «Вера и наука», может быть, да, у меня даже здесь лежало под рукой, вот, очень интересная книжка большого ученого, который показывает, что на основе работы философов, в частности, Поппера 20 века, что как бы очевидно, что все идеи научные, которые… «Вера и разум», слеха. «Вера и разум», спасибо большое, «Вера и разум», я имею в виду, да, вот, очень рекомендую, да, он смысл книги, да, это настоящая научная работа, аналитика, вот, которая показывает на основе работ 20 века, что все идеи, они приходят слышать, там, приводят много примеров, а Поппер, скажем, это философ, который просто, скажем, научным образом доказал это вот, на основе, на основе нескольких положений современной математики, теории, теории автоматов, замкнутых систем и так далее, вот, он просто доказал, что все идеи, которые меняют мир, да, которые являются новыми, они приходят свыше, они не могут родиться из того материала, и из того уровня мышления, которым пользуется, которым пользуется человек, да, на протяжении своей жизни, у него обязательно должна быть откуда-то искра, которая выводит его за пределы этого мира, примерно то, о чем мы с вами говорили, только я бы сказал, что для Минары это не столько преобразование мира, как духовный поиск, выход за рамки материального мира в плане духовном, ну, это, скажем, как бы неважно, да, поэтому есть разные гения, есть разные явления, есть, может быть, какие-то предсказания, это более точные, менее точные, я не знаю, не совсем, не совсем в курсе, особенно, когда касается дат, такая-то или такая-то дата, Настандармус предсказал или кто-то еще, да, вот, то, что мы говорим, да, это пророчество, и как вы видите, пророчество, это не только предсказание, и не столько предсказание, как описание духовных, как бы, описание духовных процессов, да, в общем-то, обращение, да, обращение к сыновьям Израиля, и с целью, чтобы они поняли, осознали, да, и сделали определенные, сделали определенные выводы, да, и очень много посвящено, да, скажем, если так можно сказать, изменению, призыву изменить сознание для того, чтобы выйти из галута, выйти из изгнания, да, вот, как-то можно так представить, да, то есть все эти явления очень интересные, и можно их не отрицать, можно ими заниматься, я, пожалуйста, я только за, но с точки зрения, как бы, нашей традиции, это не является пророчеством, да, искра очень хорошо, из духовного мира прекрасно, да, но это не прямой разговор Всевышнего с человеком, да. Если можно, я дополню того же Ньютона, он формулировал, тот же гений формулировал, что законы науки я вывожу из законов Божьих, то есть как из принципа гармоничности мира, так сказать, сотворенного, он выводил уже и научный, так сказать, выводы делал. Да, да, пожалуйста, извините, да. Да, 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 то есть он прекрасно, он изучал иврит, изучил, не просто изучил, он знал иврит досконально и читал подлинники, все, я просто вам по Липенсону, статья такая великолепнейшая, по Ньютону, по его предсказаниям, кстати, вот, которые назвал. есть самые разные, самые разные явления, есть блеск Паскаль, как вы знаете, так тоже называется откровение Паскаля, да, вот, то, что ему пришло, то, что ему пришло с небес, и много-много всего, но опять же, да, опять же, как бы это ни было интересно, да, это не пророчество, это не глобальное видение мира, от тех тенденций, которые у него делают, а главное, главное в пророчестве, опять же, что мы оттуда можем подчеркнуть что-то для себя, не что-то, а очень-очень многое. Спасибо. Есть что-то, что-то еще хочется спросить? Ну, ладно, если нет вопросов, то мы тогда закроем наш форум, и большое-большое всем спасибо за внимание, я очень надеюсь, что мы как-то продвинулись куда-то, вот, в плане Хануки, и я подумаю, либо взять еще несколько моментов из Харья, или вернуться к Ефискелю, мы остановились, мы должны, говорим бы, перейти с вами к пророчеству Агоги и страны Магог, это очень-очень интересные, волнующие главы, а потом, да, а потом можем с вами и попробовать представить себе структуру храма, которая описана в Ефискеле и попытаться увидеть ее как бы духовные основы. Хорошо, ладно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам, Равзеев. Спасибо, и Хану Косамех, по-видимому. Обязательно. Спасибо большое. Потрясающий урок, Равзеев. Просто на одном дыхании очень мало, я вам так скажу. Ну, очень мало. Есть книга, Схарья, там правда нет. У меня есть эта книга, у меня есть, по пророкам, у меня есть единственная книга, вот, Захарья, есть. Я вам скажу, что написать все невозможно. Есть как бы устные туры, есть писные туры, когда начинают писать, не можешь все втиснуть, приходится говорить. Вот, это дополняет. Хорошо, спасибо большое, большое всем за внимание. Очень спасибо вам за усилия. Надеюсь, непростое, потому что у меня чувство, что я куда-то вас все время тяну, тяну, тяну. Хорошо. Ладно, спасибо. С вам доброго. Спасибо. Пока, пока. Спасибо большое. Натан, вы знаете, у меня вопрос. Я только выключу запись, сейчас, секундочку.